ну что друзья доброе утро нас вот такой вот солнечный морозный день северное солнце вы не представляете какое-то для людей рай они так редко его видят я вот наслаждаюсь единственное что на улице очень холодно гулять мы сегодня не пойдем на это ладно мы это упустим о чем я хотела с вами поговорить и утро наше начать с чего мой зайчик а точнее продолжить в предыдущих роликах я вам показывала что пыталась вырастить кошачью траву так так продолжаем успокоиться так что у нас с травой то что я вам показывала в том ролике где вообще изначально вернемся к стокам мной был куплен набор в нем там три пакетика семян контейнер отчика джутовый коврик в общем инструкции я в общем делала я по инструкции как все там указано и у меня эти семена в этом джутовом коврике заплесневели трава выросла но в общем там была какая-то плесень не стал я такой в принципе давать и вот решила попробовать по каким-то советиком из youtube у нас наполнитель кошачьи есть древесные пилочки даже если их нет они стоят буквально копейки и в общем что я замочила семена не помню что это было вес или что-то в общем семена замочила на где-то пару часиков вот в этом же контейнере вот потом слила водичку насыпала этот наполнитель единственное что ошибка моя в чем слишком много я его насыпала но это уже буду я исправлять следующие разы в общем перемешала есть семена с вот этим наполнителем закрыла крышечкой чуть-чуть сбросила водичкой закрыла крышечка и убрала в темное место под ванну в общем они там стояли семечки проклюнулись до крышечки доросли и я ее открыла и поставила рядом со светом а в общем вот имеем мы что-то в конце вот такую прекрасную зеленую кошачью травку сегодня поставлю ему чтобы уже кушал лакомился чистила свой желудочек вот так вот так и что еще с вами пока не забыла мы в общем наклеили это прекрасную мировую доску вот смотрите у нас полностью торец холодильника мы ей обклеили не даем и горки мелочке и теперь у него здесь место для рисования не знаю как отойти чтоб там было видно полностью ну вот как то так вам будет наверное понять не всего в общем крутая штука черная матовая пленочка где-то стоит около 600 рублей по моему на зоне и заказывала в общем если вам понадобится артикул травки наборы либо ее либо вообще артикула или какие-то но ссылки не могу оставлять маленький канал youtube мне не разрешают оставлять в общем если вам понадобится что-либо вы мне пишите потому что оставлять артикула так в процессе съемки и монтажа у меня не получается не хватает времени на это то есть может быть вообще этот ролик посмотрит там пять человек и никого не заинтересует этой артикулы в общем чтобы не тратить лишнее времечко свое а по запросу я всегда за всегда отвечу подпишу их стоимость там что куда почему-то в общем не рада а ты ребенок у нас читает книжку мы сейчас будем ложиться на него на сон мы встали в 6 30 утра как красиво когда солнце такое все красивое такое все яркое в общем сейчас ляжем на сон как красиво как красиво очень красиво очень красиво так как красотища красотища мой маленький художник красота потрясно картина самая настоящая самая настоящая картина га-га картина гусиков га-га-га гусики гусики гуси гуси га-га-га ты моя ляля ляля рисует мой маленький старается старается маханька красота вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай нет она вот такие ступенечки дорожечки а а а а а а а ну что девочки мои я все время когда говорю так думаю может быть мальчики тоже смотрят влоги в общем что что середины 10 очень сложно включиться в общем что мы делаем тефтели для нашего котика это уже финальный аккорд осталось томатную пасту сметанку здесь у меня уже теплая водичка с мукой тефтельки у нас тушатся вот так вот это выглядит все дело в общем я вконтакте нашла группу которая называется детский рецепт или что-то такое в общем такие там классные рецепты мне очень нравится я уже который раз пользуюсь в общем и и готовлю зайки что-либо для тех кто не знает он у нас вот этот джентльмен у нас не на общем столе мы готовим егору отдельную еду в общем почему потому что мы так ну так решили как бы вот в общем он у нас есть детские рецептики в общем вот что я хочу сказать вам по поводу тефтелей я хочу не доделала то есть сейчас они дотушатся где-то еще наверно минут десять дальше нужно будет залить их соусом в общем еще минут 15 потушить и вот теоретически они готовы что в них входило в них входил фарш либо который вы делаете сами либо который вы купите в магазине я пришла купить в магазине кусочек свининки карбоната и кусочек филе индейки бедрышка по-моему бедро не грудка в общем сделала из этого фарша половинку кстати заморозила вот добавила также я пол чашечки риса уже отваренного заранее мы утром еще отварили для экономии времени в общем яичко и мелко в кашицу такую в блендере оперированный лук либо можно потереть его на мелкой терке либо можно в блендере в общем я тут почла в блендере в общем из этого мы сформировали тефтельки далее мы их обжарили на небольшом количестве масла со всех сторон на буквально пять минут еще и что дальше дальше залили это все деревство стаканом кипяченой воды закрыли крышечкой вот они тушатся минут 15 я все время доделаю прибавляю 5 минут все его и что что-то не готово в моем случае это будет 20 минут дальше делаем подливку из томатной пасты из сметанки в рецепте было указано что можно сметаны заменить на сливки но я оставлю сметану и водичку и столовую ложечку муки муки муку я использовала рисовую вообще-то ничем не обусловлено просто она стояла ближе в холодильнике нежели пшеничная которая находится в шкафчике дальше что дальше в общем и что я вам хочу сказать по поводу этих частелей я бы если бы делали еще раз я бы уже ничего не обжарила я бы просто сложила их противень залила бы вот этим соусом и подливкой и тушила бы в духовке они на сковороде потому что это долго потому что мне понравилось что немножко подгорала мука и приходилось добавлять масло больше чем я вообще рассчитывала так что в духовке я думаю что вообще это все прекрасно бы получилось ну это что-то похоже на ленивые голубцы только без капусты в общем на гарнире рис у него будет единственное что я что-то не подумала сварила рис и тефтели с рисом надо было пюреешку сделать ему но я думаю что это можно исправить я думаю что можно крышечку приоткрыть мне кажется еще десять минут не тушите в общем ладно сделаем так и прибавим еще теперь тут вот такие вот дела по итогу сейчас доделаю покажу вам что у нас получилось вообще по идее ну что они остынут ее на ужин он будет кушать еще у нас ужин в восемь сейчас без двадцать семь в общем мы ждем готовимся ребеночка нет не получится температуру прибавить в коза водичку в общем вот такие кстати я хочу вам к слову к месту пришлось крышечку можно показать порекомендовать эта крышка первый раз такую покупаю на безразмерная или многоразмерная то есть раз два три я думаю что это двадцать восемь двадцать шесть и наверное двадцать четыре сантиметра сковородочки в общем красивая коричневенькая такая силиконовая прилично смотрится на зон заказала и если вдруг что-то кому-то понадобится то пишите в общем сейчас ждем итог соус я уже добавила я на самом деле когда прошло 20 минут а у меня оставалось еще очень много воды и я открыла крышку чтобы она выпарилась просто на большую температуру сейчас вот в таком виде они должны потушиться еще минут пятнадцатом вырастет еще раз я просто в духовочку это все дело положу пахнет вкусненько зелень питает у нас есть петрушечка зеленая еще смотрите хотела с вами поделиться с рассказать нашу историю свои боли не знаю вот так вот наверное видно догадываетесь да что это эти штуки они лежат под горячее лежат у нас в шкафчике в том в котором ему можно брать все то есть какие-то контейнеры приборы все безопасно не остро и доступно он любит там наводить свои порядочки и вот что произошло я даже не поняла в какой момент это произошло он сидел играл то есть это произошло это было уже пару недель назад кусочек пробочки он отъел я очень на самом деле испугалась и супруг пришел с работы я вся какая-то поникшая расстроена думали что нам делать опасно это не опасно то есть на ребенок в себя как обычно ничего ни на что не жаловался то есть стул у него был нормальный все там внутри за ней тоже было нормально и муж позвонил в скорую просто чего-то кашлюшку проконсультироваться в общем проконсультироваться как бы что в такой ситуации делать нам но скорая нам сказала что как бы все в порядке не переживать и наблюдать за ним можно просмотреть стул но мне кажется что просто ее еще раскрашил то есть переживал и потом съел эту пробочку потому что нигде ее ну откусанный кусочек и не находил вот такая вот вот такая вот история если у кого-то такое тоже было поделитесь своим своими какими-то историями мне будет интересно почитать ну вот какой у нас получился итог что я хочу сказать я думаю что они вкусные они пахнут вкусно действительно как-то как в рецепте было указано нет как в детстве они пахнут немного так по детсадовски таким молочненьким чем-то не знаю в общем приятный такой нежный запах я добавила петрушку свежую вот но единственное что рекомендую в духовке все-таки делать потому что долго но для меня долго муторно особенно когда ты один допустим с малышом находишься немного не в кайф они бы прекрасно таким же образом мне кажется вот так же бы они выглядели в духовке прекрасно как бы себе потушились и более бы не хуже поэтому вот такой мой совет вот пойду выкручу ребенку мути потому что уже время 7 часов солнышко проснулось снова в отдельном дворе так что вот такие вот дела вообще у меня в планах еще сделать паспорт для себя ну я не знаю 7 часов в принципе я думаю я успею если я успею буду даже не убираю здесь ничего если успею то вам тоже ее покажу потому что паста реально классно ее и мы уже делали ее мы уже кушали в общем и она крутая если мне хватит сил и желание мотивации и сейчас сотворить то она будет если нет то то я даем следочку под шубой вот эту прекрасную косичку из пятерочки с сыром и попью чай и все вот так вот не буду мажорить ужин будет такой без пасты а если осилию то будет классно потому что что потому что у меня сейчас бутылочка безалкогольного вина они появились в магазине они оно и в общем я ухватила позавчера бутылочек семей оно холодненькое в холодильнике было бы круто с пастой его поесть ну как пойдет посмотрим ну вот смотрите что у нас получилось вот такие они внутри мне кажется я положила многовато риса ну вот все посмотрим вот такой вот у нас будет малышковый ужин по моему красиво пахнет вкусно там еще достаточно много лука но риса все равно много ладно первый блин так для пасты для пасты нам понадобится макарошки уже отваренные я их оставила на лоджии и они немножко замерзли но ничего страшного макарошки в общем которые вы любите по форме бекончик сливки 20 процентов яйцо и зеленый лук вообще в идеале лук порей но я его не нашла поэтому у нас будет зеленый лук а сыр 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 пармезан сыр можно пармезан хотя в предыдущий раз мы делали мы брали моцареллу кусочек и кусочек маздама это выходило как-то и по цене более экономно и получилось кстати очень вкусно не хуже чем с пармезаном но в этот раз у нас будет пармезан в общем вкратце что мы делаем мы бекон сейчас порежем мелко с каким-то кубиками можно так сказать мы порежем лук и потрем на мелкой терке пармезан дальше дальше что дальше я вам покажу а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...